Привет, друзья! Как вам такая новость? Пьяные вооруженные активисты, атеисты напали на священника. Заведено уголовное дело. Ну, вы знаете, этих атеистов, они то голову кому-нибудь отрежут, то на священника какого-нибудь нападут. И вот, несколько дней назад у нас такое случилось под Сергиевым Посадом в селе Константиново. Местный священник, забирая храм в 9 часов вечера, собрался домой, как вдруг увидел, идущих по дороге, двух молодых атеистов, которые слушали громко сатанинскую рэп-музыку через колонку. И он посчитал своим долгом настоящего истинного христианина сделать им замечание, пресечь, так скажем, богохульные небогоугодные действия. Короче, сказал им выключить музыку, когда они проходят мимо церкви. Святое место как бы к этому не располагает. На что получил ответ, что мы атеисты и слушаем музыку где хотим. Значит, собственно, дальше батюшке ничего не оставалось делать, как вступить в рукопашную с негодяями. Один стоял просто сбоку, а со вторым мы начали как бы тут толкаться, не знаю как. Я ступился, и куда-то я сюда вот, или там, или здесь я как бы провалился. Изначально священник сообщал в СМИ, что ему выстрелили из пистолета в рот. Потом, когда оказалось, что у него просто разбита губа, значит, сказал, что выстрелили в спину. Когда разобрались, что выстрелов не было, ну, в итоге вот решили, что, значит, пистолетом попало по, значит, по зубу. Во время потасовки один из хулиганов угрожал батюшке ножом, а второй бил по лицу пневматическим пистолетом. Выбил зуб, но выстрелов не было. Потом они убежали, я их пытался остановить, говорю, куда вы, это, с ножом, с пистолетом. И они, в принципе, они спокойно отдали нам пистолет, агрессии не проявляли. Пьяный священник? Да, да, да. Грусть за то, что у нас такая молодежь. И сейчас на них заведено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью и угрозы убийством», что я считаю совершенно несправедливым, потому что здесь следователи не усмотрели, не заметили такого состава, как экстремизм и межрелигиозная рознь, потому что, как мы знаем, со слов верующих людей, атеизм – это тоже религия, отрицание или вера в то, что Бога нет. Поэтому, собственно, думаю, здесь, если немного еще поразмыслить, если РПЦ еще пару раз сделает какие-то заявления, то молодых людей, я думаю, можно будет даже расстрелять. И я бы пошел бы дальше, потому что, во-первых, представьте, эти негодяи утверждают, что батюшка был пьяный. Собственно, как и некоторые полицейские, которые его оформляли и позвонили, сообщили об этом мне. Я отказываюсь категорически верить в то, что так могло быть, потому что где вы видели пьяного священника? Вот серьезно. Только если в новостях про то, что они пьяным кого-нибудь сбили, всех за руль, или на ножах выясняли, кому достанутся пожертвования на храм, как это было в Лавре совсем недавно, ну, это редкие исключения. Я уверен, что в семье не без урода. Я думаю, что нужно принять закон, уже давно пора, запрещающий, в связи с тем, что у нас в Конституцию вписано понятие Бога, вообще все изменилось. У нас уже больше далеко не светская, к счастью, страна. Я считаю, что в законе надо запретить, вписать прямой запрет на отрицание Бога. Я считаю, что атеистам вообще в нашей стране, в России не место. Их нужно либо вот как бы изгонять, либо для начала попробовать хотя бы метить. Так вот, как иностранных агентов сейчас, люди признают людей, которые получают, там, не знаю, перевод с Белоруссии или с Украины от бабушки в 100 рублей, его, если он еще и волонтер до кучи, или наблюдатель какой-нибудь на выборах, его будут признавать теперь иностранным агентом. Я считаю, что точно так же нужно атеистов. Значит, человек, который вот не предоставил справку в органы МВД о крещении или там об исповедании. Вот. Все, не покрестился? Носи нашивку. Значит, огромную прям вот какую-нибудь эмблему, что атеист, безбожник. Да? Безбожник. Если это не поможет, тогда уже, конечно, придется перейти к каким-то кардинальным мерам, но пока вот, думаю, начать хотя бы с этого. А то вообще уже эти атеисты распоясались. Отрицают. Отрицают то, что отрицать просто, ну, глупо, нелепо. Ну, как это, Бога нет? Они вообще, что ли, ничего не боятся? Если они Бога не боятся, они и Путина не будут бояться, и Росгвардию не будут бояться. А они боятся, разве такие люди должны быть? Это же неадекватность какая-то определенная, да? Неполноценность человека. Что значит, человек не боится? Это ненормально. Я думаю, что это нужно запретить. Ну, вот, поэтому, друзья, поддержите инициативу. Давайте как-то поднимем ее вверх, распространим этот ролик и все-таки добьемся какой-то справедливости в этом вопросе. Ну, вот, я на вас рассчитываю. Вот, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok